делать обзоры высококлассной дорогой аппаратуры всегда интересно ведь там есть чему поудивляться да и зрители надо сказать к таким роликом относится очень благосклонно но одно дело посмотреть обзор высококлассного аваресивера и совсем другое дело купить его выложив 160 а то и 200 тысяч рублей наш сегодняшний гость pioneer vsx 935 м2 хотя и тоже не относится к моделям начального ценового сегмента тем не менее если вам нужно построить просто хороший домашний кинотеатр в типовой гостиной то этот аппарат является вполне рациональным выбором а вот что он умеет и главное чего не умеет на фоне более дорогих моделей об этом сегодняшнем обзоре всем привет с вами канал пульт.ру поехали 935 ресивер это вторая снизу модель в нынешнем каталоге пионер расположенный над ним буквально на одну ступень вверх lx 305 настоящий рок изобилия в котором есть все или почти все но есть нюанс смотрите наш обзор но не удивляйтесь что на картинке он кио посмотрите обзор и поймете почему на противоположной стороне от 935 то есть в самом начале линейки находится а в ресивер с индексом 534 это базовая модель которая поддерживает схему лишь 5.1 и довольствуется четырьмя входами hdmi при одном выходе зато и цена ну а наш сегодняшний гость 935 который работает по схеме вплоть до 7.1 по оснащению находится где-то посередине между этими двумя моделями то есть он предлагает хотя и не топовый но уже более чем достаточный для подавляющего большинства пользователей набор функций развитую коммутацию и весьма приличное звучание поэтому именно пионер 935 является на мой взгляд наиболее рациональным выбором для комната метров 20-25 если вы планируете построить толковый домашний кинотеатр а в стерео рассчитываете получить но может быть не аудиофильского качества но вполне приятный звук отказавшись от покупки lx305 в пользу более доступного vsx 935 декодеры dolby atmos и dtsx выход на вторую зону поддержку стриминга bluetooth и airplay воспроизведение практически любых аудио форматов по локальной сети или с usb накопителя все это вы получите тоже правда с нюансами вроде отсутствия поддержки кодеков и 5t x при воспроизведении музыки со смартфона или невозможности подключения акустики для второго помещения при построении кинотеатра по схеме 7.1 также в вашем распоряжении будет меньше аудио входов однако все это по большому счету пустяки тем более что встроенный фонокорректор сохранен да и входов hdmi по-прежнему 6 а выхода 2 чтобы можно было одновременно подключить телевизор и проектор у 935 тоже есть режим биампа для фронтальной пары что позволит подавать весьма серьезную мощность на основные колонки и соответственно не отказывать себе в покупке понравившейся акустики только на основании и сравнительно невысокой чувствительности однако при такой работе фронтальной пары максимальная схема в кинотеатре возможно лишь 5.1 поскольку дополнительное усиление для фронтов берется с двух переназначаемых усилителей которые дают либо биамп либо питают вторую пару тылов в кинотеатре либо обеспечивают выход на акустику для второго помещения также обладатели 935 не получит калибровку dirac life но классическая пионеровская автокалибровка mc и сиси для корректной автоматической настройки кинотеатральной системы тут есть что касается выходной мощности то по традиции не нужно верить цифрам обещающим в данном случае 135 ватт на всех семи каналах потому что эти значения получены при совершенно абсурдных условиях измерений а именно при загрузке одного канала на частоте 1 килогерц и с большим процентом искажений зачем так сделано ну потому что маркетологи всегда любят приукрасить свой товар а законодательство многих стран им в этом не мешает поэтому все подчеркиваем все без исключения производители а в ресиверов пользуются данной лазейкой будьте внимательны узнать правду помогает американское законодательство она предписывает измерять мощность при загрузке двух каналов а сами измерения проводить как при реальной эксплуатации то есть в полном диапазоне частот и с гармоническими искажениями не более восьми сотых процента при таком раскладе от 935 мы получаем 80 честных ватт в режиме стерео и чуть меньше на каждый канал в кинотеатре то есть при одновременной загрузке всех каналов тем не менее даже таких значений достаточно для комнаты метров 20-25 при условии конечно что вы будете использовать акустику с чувствительностью не менее 90 децибел ну а если подключить к этому аппарату акустику клип с ее высокой чувствительностью то запас неискаженной громкости такой системы будет более чем достаточным и для многих даже избыточным ну а для тех наших зрителей кто не знает что такое чувствительность колонок я поясню это результат преобразования входящего электрического сигнала в колонку в звуковые колебания так вот чем более громкие звуковые колебания колонка может дать с каждого вата получаемой мощности тем выше ее чувствительность поймите меня правильно это объяснение а не реклама я очень советую послушать 935 самый разной акустикой и если вам по звучанию понравятся какие-то другие колонки то конечно же берите их но если во главе угла при построении системы ставится звуковое давление звуковая мощь то аналогов колонкам клипш в данном случае попросту нет другими отличиями 305 от 935 является большее количество каналов усиления что позволяет строить на 305 кинотеатр 7.1 с биампом на фронтах или почти полноценный кинозал dolby atmos по схеме 7.1.2 также у 305 есть более эффективная калибровка dirac life поддержка кодека aptx hd для входящих сигналов по bluetooth а не только для исходящих как у 935 и ряд некоторых небольших фишечек однако почти все они что называется для ценителей поэтому если вам нужен просто добротный аваресивер для не слишком просторной гостиной то смело берите 935 с точки зрения построения домашнего кинотеатра в такой комнате он предлагает абсолютно все необходимое да и по части стерео аппарат весьма небеден ведь у него есть и автономный файловый плеер абсолютно всеядный и поддержка стриминга и даже фонокорректор под вертушку подавляющему большинству пользователей чего-то большего обычно и не требуется ну а у меня на сегодня все не забудьте подписаться и до встречи а